Всех приветствую на канале Tetra Games. Это игра Mad Tower Tycoon. Продолжаем с вами строить небоскреб мечты Tetra Tower. Ну, как вы видите, у меня не так много сейчас пока что этажей. Мы продвигаемся к вершинам, к небу. Но пока что дела идут довольно средненько. Что ж, в этом прохождении я планирую отстроить 14 этажей. Ну и что ж, поехали, давайте посмотрим, что у меня получится. Вообще, в самом начале я столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что лифтов вроде как у меня хватает, посмотрите, на первом этаже в лобби народа, которые ожидают, у них, видите, даже красненькие таймеры висят над головами, достаточно много. Это накапливает общий уровень стресса. Сейчас его пока что не очень много, 2%, но, как мы видим, смайлики не очень довольны. Некоторые лифтов просто не дожидаются. Соответственно, в моих задачах будет построить дополнительные лифты, чтобы решить этот момент. Потому что, когда этажей станет гораздо больше, я думаю, очереди около лифтов будут просто огромные. Пожалуй, слева я построю еще одну шахту лифта. Вот такую. Она будет находиться достаточно близко с уже центральными лифтами. Но, наверное, это решит определенную задачу. Кроме того, слева, в самом краю, в самом краю моего небоскреба, я поставлю лифт для стаффа. Все-таки, я думаю, что этот лифт нужен. Пусть какая-то часть пассажиропотока, который поднимается наверх, хотя бы стафф, использует отдельный лифт. Ну, по крайней мере, работники должны перемещаться по небоскребу как-то вот побыстрее, чем обычные посетители. Я думаю, что пришло время построить небольшие надстроечки. По крайней мере, еще один этаж, а может быть даже и несколько. Давайте вот еще один протянем. Так, вот до конца. Отлично. О, раз уж пошла плакопенка. Может быть еще один этаж. Супер. Во, смотрите. Теперь мне нужно будет только протянуть один из лифтов, чтобы строители смогли туда добираться. Вот эту шахту я протяну на три этажа. Вот так вот. И теперь просто будем ждать, когда это все дело отстроится. Сразу же начинаем постепенно застраивать площади арендными помещениями. Как всегда, слева я ставлю маленькие однушки, маленькие офисы, а по правой части у меня будут располагаться арендные квартиры. Слушайте, ну несмотря ни на что, этажей пока что еще не так много, но в моем мат-бургере народа достаточно много. Сейчас там появляются уже целые очереди, и некоторым посетителям просто не хватает места. Я думаю, чуть выше, на верхних этажах, нужно будет построить еще один небольшой фудкортик. У меня появилась возможность строить прачечную. Да, и именно сейчас я ее построю. Вот я ее уже заказал, ее рабочий уже смастерил. Как мы видим, стиральные машины там уже вовсю крутятся. Эта штукенция будет обслуживать, естественно, арендные квартиры и приносить дополнительные 3% дохода. Верхние этажи почти все я уже застроил, а это означает, что прямо сейчас мы будем продвигаться к небесам. Да-да-да. Надстраиваем кучу-кучу этажей. Тем более, что денег у меня сейчас становится все больше и больше. Каждый день аренда приносит порядка 30-35 тысяч долларов. Один этаж стоит совсем немного, порядка 3 тысяч. Я думаю, столько этажей мне хватит для начала. Это, конечно, еще не предел. По-моему, да, есть еще обещанный 14 этаж, который я планировал изначально. Но, я думаю, пока этого хватит. Давайте посмотрим, как строители застраивают и занимаются отделочными работами на этих верхних этажах. Посмотрите, я только что выстроил практически дополнительно треть будущего небоскреба. По крайней мере, на текущий момент. Ну, зашустрили, зашустрили, ребята. Это довольно-таки прикольно наблюдать такую картину. Супер, супер. Просто, просто муравейник. Скоро у меня назревает одна небольшая проблемка. Комната обслуживания. Как мы видим, зелеными сейчас подсвечиваются комнаты, которые обслуживаются комнатой Maintenance Room. И вот мне, по всей видимости, нужно будет построить очередную комнату, которая будет обслуживать все вот эти новые верхние этажи. Но, наверное, строить мне ее придется не на текущих, а как раз на одном этаже выше, на 14 этаже. Посмотрим, как у меня дело пойдет, но совершенно точно в середине строить ее нет смысла, так как области действия этих комнат Maintenance будут пересекаться. То есть, это просто непрактично. Ее нужно будет строить где-то наверху. Я надстроил 14 этаж, работы там уже ведутся. И думаю, вот на 13 этаже мне очень подойдет фудкорт еще один. Я более чем уверен, что очереди, которые образовывались внизу, на нижнем матбургере, частично рассосутся и будут как-то распределяться также на фастфуд на верхнем этаже. Тактику по застройке я не меняю. Справую, всю правую часть я застраиваю арендными обычными квартирками. Все-все этажи. Настолько, насколько хватит у меня деньжат. Так. Еще немного. Пока что деньжат хватает. Так, еще, наверное, на парочку хватит. Нет, это все. Это все. Ну и отлично. Слушайте, ну смотрите, я пока строил справа эти арендные комнаты. Для обычных жителей мне стало доступны обычные, маленькие, одноместные отельные номера. Я вот прямо сейчас их здесь наштампую. Не знаю пока, насколько это будет вообще прибыльно или актуально. Но, тем не менее, занимают они всего по две клеточки. В каждом номере может жить один человечек. Я вот такую отельную часть начал строить. Также с ростом мне, во-первых, дали только что звезду. Посмотрите, слева внизу у меня есть уже одна, однозвездочное, однозвездочное строение, мой небоскреб. Кроме того, мне дали сейчас банк. Я его разместил на самом верхнем этаже. И, я думаю, его нужно будет обезопасить. У меня где-то была комната охраны. И, скорее всего, нужно будет ее разместить. Также мне дали еще убежище. Или хранилище. Не знаю, больше как-то на убежище похоже. Однако, куда ставить, я пока его еще не знаю. Видите, радиус у него не очень большой. Он не будет охватывать весь небоскреб. Я хотел вообще его поставить куда-нибудь внизу. Ну, что логично. Да, убежище, то, наверное, нужно куда-то его под землю ставить. Но игра не дает. Ну, и хрен с ним. Потом, видимо, уже на более высоких этажах я эту штукенцию построю. Ну, вот мы видим, как сейчас строители застраивают справа одноместные комнатухи. Отельные. Вообще, учитывая, что они все сквозные, это больше напоминает хостел, а не отель. Один большой коридор и по одной кровати в закутке. Довольно забавно. Ну, что, друзья. Я не могу пока что построить 15-й этаж. Он должен быть необычным. Это должен быть видовой, смотровой этаж. Строить я его буду в следующий раз, в следующей серии. Это будет Sky Lobby, так называемое. На этом я завершаю выпуск. По игре Mad Towers Tycoon. Я надеюсь, вам было интересно за этим наблюдать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok